Лето – лучшее время для отдыха. Но при всех своих плюсах – солнце, теплые дни, плавание и активные игровые виды спорта – летняя пора таит в себе немало опасностей. Прежде всего, это травмы, количество которых за летний период у детей возрастает на 35%. Травмы получают на велосипедах, скейтбордах и роликовых коньках. Очень важно научить ребенка безопасному поведению при езде и ни в коем случае не стоит экономить на экипировке. Очень много детей, которые получили травмы сами на мопедах или в ДТП, там, где непосредственная вина родителей есть. Все хотят, чтобы врач был непосредственно рядом. При этом предотвратить трагедию, к сожалению, никто не хочет. Это касается и травм, это касается случайного приема детей уксусной эссенции, различных кислот и щелочей. И если посмотреть сегодня на причины некоторых видов инвалидности у детей, на причины летальности у детей всех возрастов, то на первый план выходят внешние причины. А именно за внешние причины прежде всего несут ответственность родители. Следующая опасность – это кишечные инфекции, которые могут передаваться даже и воздушно-капельным путем. Есть такая инфекция, допустим, интервирусная. Очень часто, допустим, начинается как рвота, жидкий стул. Но в будущем, через несколько дней, при неправильной организации обследования, при неправильной организации лечения, может осложниться поражением головного мозга. Поэтому даже если у ребенка появилась рвота, жидкий стул, никогда не надо ждать, когда ребенок впадет в, допустим, коматозное и самнолентное состояние. Надо сразу обратиться к врачу и никогда не заниматься самолечением. Еще однолетний напасть – клещи. В инфекционную больницу обратилось уже несколько человек с укусами этих насекомых. Врачи рекомендуют внимательно осматривать детей после прогулки. В случае обнаружения клеща следует обратиться в больницу, чтобы его удалить. Если вы решите сделать это самостоятельно, то клеща необходимо отвезти в лабораторию для исследования на энцефалит и другие инфекции.